Чем для нас интересно до сих пор и продолжает оставаться очень важным кость верблюда, найденная Михаилом Саблиным в коллекциях Зоологического института. Кость происходит из Левенцовского карьера, ныне не существующего, нашей родной Ростовской области в городе Ростове. Она продолжает быть самым старым артефактом, найденным в Евразии, в Африке есть подревнее, а в Евразии древнее артефактов нет. Издана статья на сегодняшний день, в 2010 году, по поводу этих следов. Почему эту вещь мы смело можем называть артефактом? Потому что на ней есть следы воздействия человека. Эти следы не могли возникнуть без воздействия человека благодаря своей морфонологии, то есть своему строению. Ни крокодил, ни какие-то другие звери, ни какие-то природные процессы не могли эти следы произвести, потому что они, по-английски их называют вилкообразными, folk-like traces, а мы говорим просто вот они раздвояются, раздваиваются. И в наших экспериментах мы, то есть я вот, когда мне Саблин нашел эту кость, предложил мне для анализа, на самом деле он мне прислал фотографии трех костей, и две из них были современные, со следами, и вот это, он не сказал, что она уже камень, а не кость. Вот, и я сказал, да, конечно, мы с этим будем разбираться, и только тогда он сказал, что это, раньше этот период назывался виллофранк, теперь это называется, так сказать, оудован, вот, ну, не суть. Это очень древняя кость, минимум 1,8 миллиона, а теперь считают, что 2,1 миллиона лет, этим отложением, в которых они были найдены. Кость из себя сейчас представляет камень, то есть костное вещество было замещено, мы не делали определение породы, ну, каким-то минералом, очень тяжелым. И по форме, это древнейший верблюд на территории Евразии, и по слоям геологическим, в которых он был найден, все это очень хорошо зафиксировано и хорошо известно. На поверхности этой кости найдены следы происхождения, природное происхождение которых невозможно. Мы делали эксперименты с помощью, так называемых, чоперов, то есть самые примитивные орудия, у которых каменные орудия, у которых лезвие изогнуто. И вот мы говорим часто, что я, по крайней мере, говорю, что это обезьян, мы не знаем, кто это делал, какой вид, гоминида или, ну, кто бы это ни делал, он использовал вот именно кривое каменное лезвие, потому что именно проведя, там есть два типа движений, пилящие движения и режущие. Вот такое однократное движение кривым лезвием. Никто ведь, нормальный человек, не догадается, что вы получите вилкообразные вот эти следы. А они возникают именно благодаря этому кривому лезвию. В 2008 году я делал доклад по поводу этой кости в Барселоне на съезде тросологов. В 2009 у нас была конференция под Махачкалой всероссийская, которую организовывали академик Деревянко и Амирханов Хизриныни, тоже академик уже. И тогда мы повторяли этот доклад. В 2010 году мы издали эти следы с результатами наших экспериментов, с разветвляющимися вилкообразными следами. И в 2010 году вышла статья испанских археологов, которые изучали более молодые, но все равно древние, 800 тысяч лет. У них стоянка своя, они делали эксперименты и получили такие же следы с помощью каменных орудий. Поэтому я говорю, что обезьяна, либо кто там был, она не могла ничего сделать. Это все равно, что она расписалась на этой кости, что это сделала я, а не крокодил. Почему не крокодил, почему не медведь? Ну, потому что всегда, понимаете, нужно две челюсти с двух сторон сжимать, тут все с одной стороны, два ряда насечек. Причем мы можем с большой степенью уверенности говорить о чем? О том, что, скорее всего, она была праворукой, потому что она, по крайней мере, в одной, в левой руке держала верблюда за копыта, а правой, вот тут ей было удобно пилить, а вот здесь можно было только резать, то есть вот сюда неудобно было. Поэтому тут вот такие движения. Что она с ней делала, с этой костью? Потому что это то место у верблюда, в котором и у оленей, и у лошади, это то, где у лося комус снимают, то есть то, где нету мяса, есть только шкура и сухожилие. Зачем они это делали, мы не знаем. Но мы знаем, что это одни из самых первых Евразии следов. Это, как говорится, древнейший источник, который свидетельствует о присутствии человека в Евразии около двух миллионов лет назад. А для тросологии, то есть той науки, которую я представляю, археологической тросологии, это очень важный методический момент. То есть на основании того, той логики, каким образом эти следы были доказаны, мы доказываем все остальные типы, интерпретируем, то есть объясняем иные типы следов на поверхности природных объектов. Что такое следы? Следы – это есть изменение поверхности. То есть вот вся типология, то есть основной метод археологический, называется формальной типологией. То есть мы берем, находим вещь, которая может быть названа каким-то образом. Скребок – всем понятно, что это такое. Монета – всем понятно, что такое монета. Монета римская отличается от нашего современного рубля, потому что мы знаем, что это монета. Но вот почему мы это знаем? Мы знаем это из нашей устной традиции и исторически. Мы знаем, как они выглядели. Римская монета. Чем древнее монета, тем хуже мы ее понимаем. Это называется, нету разрыва, так сказать, в понимании. А древнейшие вещи, мы их не можем понимать, потому что нету ни устной традиции, нас не обучали этому. Ни письменных источников, которые исторические источники. Там все, их тоже, этим занимаются историки. Их нужно уметь интерпретировать. И неправда, что история – неточная наука. Она обязана быть точной. Иное дело, что сложно правильно интерпретировать, то есть объяснить источник. Очень сложно. И вы понимаете разницу между интерпретацией вещей, вот как по поводу монет, то, что есть еще пуговицы. Откуда мы знаем, что пуговицы – не монеты? Из нашей исторической традиции. А вот если мы находим древние следы или древние формы орудий, почему мы берем на себя право говорить о том, что две одинаковые формы на самом деле одинаковые? Нет, это нужно доказать. И вот это ровно та ситуация, как с костью этого верблюда. Эти следы могли возникнуть только при однонаправленном движении. Пока я не делал экспериментов, я не мог догадаться, что следы именно такие возникнут. Они возникают сами по себе, то есть мы делаем действия, а какова будет форма следов, то есть их строение, морфология, можно понять только сделавшие эксперименты. И в этом есть основная функция нашего метода экспериментально-троцологического. Он строится на основании знания законов технологических процессов. Мы их называем морфономия. То есть естественные закономерности технологических процессов, технологических и природных, технологически-человеческие. Технологии – это ноу-хау, знаю как, как делать, осознанные действия какие-то. Есть природные процессы, но и те, и другие подчиняются одним и тем же природным законам. Мы не можем сделать чего-то сверхъестественного, то есть внеприродного. Мы можем только использовать, что такое технологические процессы. Это знания природных закономерностей, свойств веществ, использованные в целях человеческого, достижения каких-то человеческих целей. Или животные достигают. То есть нельзя перепрыгнуть морфономию. Если мы колем кремень, он колется определенным образом всегда. Если сталкиваются два камня или, ну, более простой пример, если бросить остроугольный камень в горную реку, то 5 километров ниже, через некоторое время, мы найдем гальку, которая будет иметь строго определенную форму. У геологов есть классификация этих галек. Известно, любой камень станет плоским и овальным. Есть стадии формирования этих галек. Это все морфономия. То есть любые одинаковые процессы, будь они природного происхождения, процессы взаимодействия, физико-химического взаимодействия двух материальных тел в природе, приводят к одинаковым результатам. А что такое результат взаимодействия? Это и есть образование следов или изменение формы самой вещи. Вот это и в этом есть суть моего подхода к этому. То есть основываясь на морфономии, мы сначала должны установить, ее можно узнать через эксперимент. Как с этим вилкообразными следами. Как образуются вилкообразные следы? Потому что лезвие кривое. Теперь мы их нашли еще в нескольких местах. В костях, найденных при работе, кроме ливенцовки, они найдены в Испании, экспериментальные только. Где-то еще в Африке. И сейчас навскидку не вспомню. И при работах на стоянке в Мухкай, работы Хизри Мерхановича Мерханова и Дмитрия Жирилева. То есть это следы, которые могут возникать, могут не возникать. Их возникновение случайно. Их никто намеренно не делал. Но они имеют ту же самую морфологию, то есть то же самое строение. И мы их можем объяснить именно благодаря знанию закономерности, которую мы устанавливаем в нашем эксперименте. И в этом этот эксперимент позволяет сказать точно. Если кто-то захочет отрицать, это исторический факт. То есть мы восстанавливаем древние действия, реконструируем. Но ровно таким же образом, ровно то же самое делают криминалисты во время своей работы современной. Если вы не верите следователю, следователь обязан доказать по материальным остаткам действие, которое происходило не при нем. Он, конечно, знает эту культуру, ему легче в этом смысле. Но часто они делают следственные эксперименты и все другие. К примеру, там, те говорят, что я залез через форточку, а на практике не все части тела через эту форточку могут пролезть. Поэтому экспериментально можно проверить, мог ли он это сделать. Это самый примитивный пример. То есть археология – это, кроме того, что это фундаментальная наука. Почему фундаментальная? Потому что это единственная наука, которая обеспечивает достоверные данные о поведении человека в прошлом. Нет других таких наук. Это не история. Почему? Потому что она не опирается на исторические источники или устную традицию, или еще что-то. Мы, как криминалисты в прошлом, по материальным объектам, достоверно через эксперимент. Почему? Мы не можем ничего сказать о духовной практике древнего человека. Легенды, поверья, пословицы, поговорки, песни ушли, сохранились там, где хотя бы письменный источник был, или устная традиция. У нас ничего такого нет. У нас зато есть достоверные данные. Потому что если процессы, законы природы неизменны, если мы возьмем кремневую пластину, начнем ею косить траву, ненамеренно, наша задача будет срезать траву, но на пластине появятся следы. Мы не будем о них даже догадываться. Или начнем резать мясо. Следы будут от травы одни, от мяса другие. И это морфономия, это неизбежность возникновения этих следов абсолютно. Они всегда возникают. Иное дело, что они могут не сохраниться до наших дней. С Костью Верблюда нам очень повезло. И я считаю, это неплохой методический пример для показа, как работает методика. Костью Верблюда